Всем огромный привет, рада видеть вас на своем канале, меня зовут Мария, сегодня мы с вами распакуем мою долгожданную парфюмерную новиночку от бренда Givenchy под названием Linterdi Rouge. Я вообще являюсь прям ярым фанатом линейки Linterdi, у меня есть версия Intense, у меня есть версия в туалетной воде, нету только в парфюмерной. Кстати, честно говоря, хотела бы, но такой какой-то небольшой объем приобрести, потому что мне эта линейка нравится, я считаю ее шикарной. И если смотреть вообще из бренда Givenchy, это мои любимые ароматы, то есть прям вот мои фавориты. И я просто не могла не заказать себе и не приобрести версию Rouge, потому что, ну это бы было преступление, можно сказать так. И я, в принципе, не вслепую заказывала, я предварительно познакомилась с этим ароматом, мне он очень понравился, поэтому я решилась на покупку. Давайте с вами распакуем QR-код, на который можно навести телефон, и будет такая красивая презентация, кому это интересно. И давайте распакуем, здесь должны также быть еще подарочки к заказу, сифара в этом плане радует подарками. Так, и давайте распаковывать. Заказала я себе, конечно же, максимальный объем и с огромным удовольствием буду им пользоваться. Кстати, очень жалко, что в Linter D максимальный объем не 100 мл, а всего лишь 80 мл. Мне кажется, это прям очень мало для этих ароматов, хочется больше. Я понимаю, что они, конечно, очень стойкие, насыщенные, но хочется все равно побольше. Когда нравится аромат, конечно, хочется всегда максимальный объем. Так, что у нас тут есть? Много всего, сейчас будем с вами все рассматривать. Так, первое, что я здесь встречаю, конечно же, это у нас аромат. Таким вот образом он выглядит. Красная такая коробочка. Давайте, наверное, покажу все подарки, а потом уже перейдем к самому аромату. У меня уже такой замученный вид, у нас вечер, но я хотела просто сразу распаковать, уже не откладывать. В долгий ящик это все. Так, первое, что я встречаю, здесь, кстати, это не было заявлено, это тут набор подарков от бренда Airborian. Здесь у нас маски, glow тканевые патчи для области вокруг глаз, glow тканевая маска и юзы двухфазный лосьон для лица. Вот таким вот образом выглядит классно. Так, следующее, что я здесь встречаю, это новинка, по-моему, или нет? Да, новинка это Dior Sauvage Elixir, мужской пробничек. Муж у меня ценит аромат. Так, и далее у меня здесь для волос шампунь, и также здесь у нас от Clorans. Это у нас интенсивно увлажняющая двухфазная сыворотка, вот таким вот образом выглядит. Так, что у нас тут еще? Пробничек Linter de Rouge, и также пробничек Idol, это у нас версии Aura. Так, и здесь у нас бумага, и самый такой основной подарок, это миниатюра Resistible. Это у нас парфюмерная вода, у меня есть, в принципе, это парфюмерная вода в последнее время. Кстати, я очень активно пользуюсь этим ароматом, мне прям нравится. Здесь у нас такой travel формат, объем здесь у нас 15 миллилитров. Выглядит вот таким вот образом. Очень такой, мне кажется, классный подарок. Нравится мне тоже этот аромат в последнее время. Я вам говорила, что мне не нравится, что он монотонный, но как-то сейчас он как-будто стал на мне чуть больше раскрываться, и я прям на старте в нем ощущаю приятную такую клубнику, клубнику в сливках. Мне это очень нравится. Так, давайте будем распаковывать нашу новиночку, смотреть на флакон. Распаковка это прям самая любимая распаковка новых ароматов. Так, и такой красивый бордовый флакон. Он, кстати, прозрачный, то есть видно уровень жидкости. На просвет прям видно. Такой красивый флакончик. Ну и будем тестировать сам аромат. Как я сказала, я с ним уже успела познакомиться, и мне он понравился очень. Отзывы тоже, кстати, большинство я встречаю положительных отзывов, но есть, конечно, и такие, противоречивые отзывы. Что могу сказать? Понятно, однозначно он похож на своих прародителей. Иначе и быть не может. Давайте я, наверное, зачитаю вам пирамиду этого аромата. Специально здесь приготовила. Так, что касается этого аромата, это у нас верхние ноты здесь. Красный апельсин и имбирь. Средние ноты туберозы, жасмин и лист пимента. Базовые ноты пачули, сандал и витивер. То есть у нас здесь никаких ягодных, фруктовых аккордов нет. Здесь у нас всю фруктовость дает тубероза. И на старте действительно он как будто бы более звонкий. Настолько вот эта свежесть, что мне даже напомнила прям аккорд такой немного ментоловой жвачки. Когда я нанесла на руку этот аромат, я прям обалдела. Потому что я очень искала долго аромат с нотой жвачки, такой классный, какой-нибудь стойкий. И вот он. Вот прям такая немного ментоловая, освежающая жвачка. И потом в базе уже я ощущаю, как я вам говорила, здесь версии интенс, немного такой запах тульского пряника. Вот такую сладость прям. Вот в базе они становятся похожи с версией интенс. На старте для меня это что-то схоже и с туалетной водой, и с парфюмерной водой. Но в то же время вот такой вот яркий свежий старт дает аромату какое-то свое лицо. То есть он ни на что не похож. Поэтому я считаю, что он очень интересный. Мне также нравится версия интенс, но она для меня слишком такая насыщенная, гурманская, что я могу его носить только в прохладу. То этот вариант я могу носить прям вот постоянно. Потому что здесь идет сочетание вот и сладкого, и такого ментолового, свежего, классного. Вот тубероза здесь вот по-настоящему жвачная. Я не ощущаю прям какого-то ярко выраженного виноградного или земляничного аспекта здесь. Для меня это просто такая фруктовая жвачка bubble gum. Очень интересное вот это сочетание, когда вот эта свежесть переходит в пряность. Появляются такие древесно-пряные аккорды, как в интенс. Очень это интересно. Аромат также очень стойкий, очень шлейфовый, как и его предшественники. То есть действительно линейка такая шикарная. И за счет вот этого старта я не могу сказать, что аромат прям какой-то вечерний, только на прохладу. Нет, вот этот старт прям классно оттеняет базу. И в итоге аромат получается очень универсальным. Что называется и в пир, и в мир, и он звучит прям как-то классно. Что касается ассоциации с его цветом, наверное, прям вот с таким красным цветом я начинаю его только в базе ассоциировать. Потому что на старте все-таки что-то мне прям хочется такого розовенького, жвачного, девичьего, какого-то такого немного безбашенного. А потом уже, когда он как-то запудривается, появляются деревяшки, какие-то немного специевые аккорды, он уже тогда становится более такой вот красный какой-то, обволакивающий, вечерний. Но мне он однозначно понравился, с удовольствием буду его носить. И прямо, знаете, даже я когда ходила в Ривгош, наносила я на себя его, и также наносила на блотер. И получается, вечером пришла, открыла сумку, там у меня лежал блотер, и аромат прям начал наполнять комнату. Я прохожу мимо сумки, думаю, как приятно пахнет, как же я рада, что я его заказала, что он у меня будет. Потому что действительно это очень приятно. И вот я как сказала вам, что вот это здесь идеальная такая смесь для меня, и мои любимые туалетные воды, и парфюмерные воды, и также версии Intense, это как будто бы все вот это смешали, добавили вот этого свежего старта, и получилось очень интересно, очень необычно, и действительно мне нравится. Я думаю, что этого аромата будет очень много почитать. И что касается дизайна, дизайн тоже сильный, но, честно говоря, я не разделяю прям вот таких восторженных отзывов по поводу этого флакона, что он настолько красивый, что его можно иметь только в коллекции из-за внешнего вида. Я бы так не сказала. Для меня этот цвет, может просто потому, что я сама, в принципе, не особо люблю такой красный, вот такие вот красные оттенки бордовые, поэтому я как бы к дизайну осталась, именно к оттенку флакона, осталась как-то, ну вот, спокойно, нейтральная, какой-то у меня такой нейтралитет. Я не скажу, что это вау, я не скажу, что это плохо, ну, флакон и флакон. То есть какого-то прям дикого восторга от цвета флакона я не испытала. Ну, нормально, как бы красиво. Мечтенно говоря, даже, наверное, черный и прозраще нравится больше, чем бордовый. Но это, опять же, такая вкусовщина. Все мы в этом плане разные. А так, конечно, знаете, изначально, когда увидела вообще презентацию этого аромата, я подумала, ну нет. И вот, знаете, вот опять же, что касается флакона, меня его цвет в презентации немного отпугнул. Я подумала, ой, нет, наверное, что-то будет слишком насыщенное, слишком удушливое, какое-то специи вам, мне это не понравится. Я как-то даже не рассматривала. А потом, когда уже начали появляться первые отзывы, я начала смотреть девчонок, что девчонки в таком восторге. Потом, как я вам рассказываю, я познакомилась сначала с блоттера, с тем ароматом, просили, чтобы мне принесли блоттер, потому что я на тот момент не могла поехать, а мне надо было прям вот в этот день в Индадай потестить аромат. И на блоттере он мне понравился, на блоттере вот уже была больше база, вот именно версии Intense. То есть, как бы такая более древесная, окутывающая. То есть, вот этот старт, вот эта такая свежесть, жвачность, конечно, уже не звучала с блоттера, и поэтому я ее даже как таково не ощутила. Я вот сделала вывод, что это аромат такой насыщенный, прям он тонный, вот такой вот. А вот этого старта я, в принципе, и не услышала. Но, тем не менее, мне аромат все равно понравился. Когда в магазине я услышала вот этот интересный старт, его вот эта вот такая звонкость на старте, я поняла, что мне оно надо. Мне оно надо, как я сказала. У меня есть версия Intense. Наверное, если бы я даже выбирала между ними, я выбрала бы вот эту версию. Поэтому, как бы вот. И в звучании мне еще понравилось, что он, в принципе, такой очень политкорректный, в том плане, что он не слишком какой-то назойливый, он не будет вас как-то напрягать, не придушить ни в коем случае. Поэтому вот, понравился. Им все-таки очень понравился. Прям я рада покупке этой. И вот я все ходила, искала вокруг этого блоттера, который я принесла с магазина. Настолько он у меня долго пах. Вот пока вот я, наверное, уже ее не выбросила. Он мне прям благоухал. Я хожу и прям наслаждаюсь той мыслью, что этот аромат будет моим совсем скоро, что он ко мне едет. Я думаю, парфлюбители меня поймут. Поэтому прям классная покупка. Но, опять же, эта покупка не вслепой. Поэтому я не могу сказать, что я там разочаровалась или обрадовалась. Я просто рада тому, что он теперь у меня есть. Поэтому, если, в принципе, вы также ищите аромат с нотой жвачки на старте, опять же, чтобы какое-то время аромат звучал такой жвачкой, а потом становится более интересной. Допустим, взять тот же Moschino Toy 2 Bubble Gum. Многим он понравился на старте, но потом стал некоторых отталкивать, что как-то химозно. То здесь на старте тоже очень интересная жвачка лично для меня. Но потом он становится более такой насыщенный. То есть для любителей таких искушенных уже, конечно, линтерди понравится больше. Он не уходит ни во что химическое. Он, например, становится такой дорого звучащий, красивый, с уклоном в нишу. Поэтому обязательно протестируйте. И опять же повторюсь, конечно, ДНК в нем прослеживается. Это не что-то кардинально новое, но и логично оно не должно быть кардинально новым, потому что это фланкер. Это все одно семейство. Они просто должны быть похожи друг на друга, иначе это было бы странно. Наоборот, слепароматы были совсем разные. Поэтому обязательно протестируйте. Конечно, никого не призываю заказывать слепую, но я уверена, если вы даже вслепую его приобретете, вы вообще не разочаруетесь, вы будете очень довольны этому аромату. Это я прям уверена. По крайней мере, 90% из 100 он точно понравится. Ну и, конечно, чтобы вообще себя обезопасить, начните там с пробничка, с отливантика, либо протестируйте в магазине. Но я правда уверена, что этот аромат будет очень популярный. Многим он понравится. Опять же, он отлично вышел вовремя, то есть к осени, прям это его время, потому что в базе проявляется вот эта сладость. Для меня такая пряничная, как я ее называю. Поэтому вот, он будет очень уместен, конечно, в этом сезоне. Зима и осень, это прям его время. На этом вот заканчиваю данное видео. Огромное спасибо, что посмотрели это видео до конца. Я правда сейчас получила только посылку, в таком уже замученном виде к вечеру, но я просто не могла сейчас не распаковать, не поделиться с вами своими первыми впечатлениями о посылке, показать, что у меня здесь пришло в подарок, чтобы, возможно, вам это будет интересно, вы соберетесь сделать заказ на сайте Сифара, и вам это будет все актуально. Вот. И желаю вам хорошего настроения, прекрасного дня, вечера, какого у вас сейчас время, суток. Всех вас очень люблю. Не забывайте, кстати, подписываться на мой инстаграм, там я часто анонсирую всякие новинки, рассказываю свои первые впечатления, делюсь, пишу различные посты, то есть там все в режиме онлайн, там проще отслеживать все мои новинки, мое впечатление о каких-либо ароматах, поэтому подписывайтесь, буду рада видеть вас и там, и встретимся с вами совсем-совсем скоро, и пока-пока!